18 случаев бешенства животных за первый месяц года. Ростельхознадзор бьет тревогу. Заболевание смертельно опасно как для зверя, так и для человека. Если в свое время не обратиться к врачу, счет идет на часы. Вирус поражает мозг. Специалисты Ростельхознадзора знают верный признак больного зверя, которому, как в поговорке, 7-верстный крюк. Животное бежит безудержно, ничего ее не останавливает, пытается, значит, кого-то укусить. Но бывают случаи, что при бешенстве, наоборот, животное становится чересчур ласковое. Писы появляются в населенных пунктах, кусают безнадзорных животных, потом, значит, данное животное переносит заболевание уже на сельскохозяйственных животных. Имеется случай, когда больные животные нападают на людей. В 12 районах Оренбуржья губернаторским указом объявлен карантин. В число неблагополучных территорий вошел Оренбургский район. Ограничительный статус запрещает выставки и торговлю домашними животными, а также вывоз животных за пределы района. Израсходовано более полутора миллионов доз вакцин для диких плотоядных. Проводится мониторинг диких плотоядных. То есть убитые лисы, отбирается материал, направляется в НИИЗЖ, институт в городе Владимир, с целью определения напряженности иммунитета. Однако, несмотря на столь внушительный комплекс профилактических мероприятий, избежать бешенства не удалось. Карантин будет снят спустя два месяца со дня последнего случая заболевания животных. Продолжение следует...